Это устройство для тормозной системы железнодорожного состава изобрел семиклассник Владислав Федосеев. Мальчик уже несколько лет занимается в детском технопарке РЖД и давно мечтает стать железнодорожником. Весь учебный год он потратил на эту разработку. Специальный датчик поможет оперативно понять, в каком вагоне произошел срыв стоп-крана. Работу Влада уже оценили на всероссийском конкурсе «Транспорт будущего». На корпус стоп-крана мы устанавливаем концевой выключатель. Через него мы будем подсоединять проводами до купе-проводника. В купе-проводника будет стоять звуковой и световой оповещатель. Ресурсов было потрачено минимально. Чтобы оборудовать весь вагон, получается, будет 4 тысячи рублей нужно. Времени затратилось где-то полтора года. Олев Танхаев представлял Иркутск на всероссийском чемпионате профессионалов РЖД, который проходил в Екатеринбурге. Школьник там занял третье место в личном зачете и первое в команде. Это был первый чемпионат РЖД. И все было проведено классно, масштабно. Несколько лет подготовки повлияли на итоговый результат. А, например, этот Air Atlas, авторы которого, кстати, стали призерами регионального этапа международной премии «Мы вместе», придумали, чтобы сделать изучение истории железной дороги намного интереснее. Специальное мобильное приложение дополненной реальности преображает фотографии локомотивов в объемные модели, на которых можно рассмотреть каждую деталь. Главный принцип набора детей в Кванториум – это отсутствие каких-либо ограничений. Мы принимаем всех детей и понимаем, что у каждого ребенка есть свои таланты, своя изюминка, которые могут использовать они в своих проектах. Для нас каждый тип ума, он важен, потому что мы не только делаем технические разработки, но и должны уметь их презентовать. А это тоже немаловажно для реализации своих идей. С Восточно-Сибирской железной дорогой у нас заключен регламент взаимодействия с предприятиями дороги. И, соответственно, каждый год мы получаем от дороги запросы на инновации. Одно из таких изобретений юных дарований Кванториума совсем скоро планируют использовать в работе железной дороги. Это система интеллектуального обследования зданий. Программа по фотографиям анализирует состояние сооружений. Разработали систему тоже дети. Сегодня в технопарке обучаются более 130 школьников. Среди них как технари, так и гуманитарии. В течение года здесь разрабатывают десятки проектов. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.